Здравствуйте, уважаемые посетители нашего биологического музея! Мы вас приветствуем в нашей очередной рубрике «Поговори с биологом, спроси биолога». Я представляю вам с удовольствием научного сотрудника научно-экспозиционного отдела Ксению Викторовну Гордееву. У нас сегодня такая, я бы даже сказала, провокационные несколько тем, они очень необычные, спорные, дискуссионные. Мы сегодня поговорим про пушных зверей, зачем их разводят или разводили. Мы поговорим о том, стоит ли разводить пушнину сейчас при обилии такого количества синтетических материалов, которые, как нам кажется, ничем не уступают по своим качествам натуральной шерсти, натуральному меху. Заодно немножечко продемонстрируем вам коллекцию пушных зверей. Кто-то у нас живёт в витрине, кто-то у нас живёт сейчас на столе. И обратите внимание, что у сотрудников, у Ксении, у меня в руках перчатки, потому что фондовые экспонаты не принято трогать голыми руками. Категорически нельзя, ну или, по крайней мере, крайне не рекомендуется, потому что мех и это... А ещё и Ксения, как и таксидермист, начинающий, продолжающий, ну, наверное, все мы немножко учимся, она знает, что чучело чистить от жира, тем более очень сложно. И у меня первый вопрос, ну да, конечно, мы ждём ваши комментарии, ваши вопросы. У меня есть вопросы для затравки. Каких пушных зверей разводят в искусственных условиях? Ну вот норка, да, у нас классика, которую женщины знают. Действительно, каких животных разводят? В первую очередь это были те пушные звери, которые проще относились к домашним, то есть которых было проще от домашницы. Это норка, лисицы и соболь. Их первыми стали разводить в искусственных условиях. Они быстрее привыкли к рукам звероводов. И также это те животные, которые больше всего отвечают нам по качеству пушения, по цветовым вариациям, да, по своим размерам, по окраске. Ну, надо сказать, что соболь как раз, может быть, кто-то знает, я как раз добавлю, что Баргузинский знаменитый заповедник, первый в России, который был открыт в 1916 году, он формировался, он был как раз создан под охрану и воспроизведение Баргузинского соболя. Да, потому что сначала, разумеется, вся пушнина, она добывалась охотниками, это были дикие животные, и со временем, до Октябрьской революции, скажем так, охотничьи угодья прям подсократились. То есть, многие виды были на грани исчезновения, и именно это послужило тому, что появилась клеточная пушная звероводство. То есть, оно сохранило всех диких соболей, норк и так далее. В нашем случае, те же норки, это американские норки, европейские мы не разводим во фермах, потому что они меньше, у них немножко хуже в чём-то мех, и в целом в какой-то момент американские норки буквально сбежали с первых ферм и заполонили у нас всю нашу страну. Да, очень часто, если мы видим, кстати говоря, если вы вдруг увидели там у себя на каких-то дачных деревенских участках норк, то надо внимательно смотреть, это может быть не европейская, а американская норка. Да, отличаются они тем, что у американской норки, вот здесь у нас... Наверное, можно взять на такую классическую, да? Вот эта вот классическая. Чёрная, да, такая тёмная. У нас существует несколько пород норок, их на самом деле очень много, цветовых форм тоже. Это стандартная норка, тёмно-коричневая, и вот у неё здесь видно такое белое пятнышко на нижней губе. У европейской норки пятна ещё есть вот здесь, да? Она верхней. Это отличительный признак, соответственно. Сейчас очень много... То есть те норковые шубы, которые продают и, например, даже делают в России, мы не берём там какие-то там греческие, европейские, а наша пушнина это американская. Это всегда американская норка, никогда европейская. Лисица, соответственно, первая порода, это у нас чёрно-серебристо, чёрно-бурок у нас не разводят, это дикий тип, то есть когда говорят чёрно-бурка, не верьте, это неправильно. Кто ещё? Огнёвка лисица вятская, ярко-рыжего морфы. А соболь как раз, их в основном две породы, это соболь пушкинский, такой тёмно-чёрный мех, тёмно-коричневый, и ещё есть соболь салтыковский, более светло-коричневого краски. Как раз соболь пушкинской породы, это соболь, который наиболее похож на баргузинского соболя своим тёмным мехом. То есть такая имитация дикой формы. Ну не то, что имитация, улучшенная версия. У нас есть вопрос. Могут ли норки со звероферм с непригодным окрасом выжить в дикой природе в случае победы? Нет, не могут, потому что, во-первых, они заметней. То есть вот такого светлого сапфирового скорее заметят и сожрут. Ну и плюс ко всему, во время доместикации зверей одомашнивания, звери это самые такие, можно сказать, юные животные в сельском хозяйстве. Их разводят всего лишь около 100 лет, это очень мало. Клеточное звероводство ему сейчас около 100 лет. Это на самом деле очень мало для одомашнивания, но уже произошли некоторые изменения. Например, во-первых, норки сильно увеличились в размерах. То есть раньше они были, допустим, где-то на голову меньше. Вот здесь видно хорошо, что это первые цветные норки. Давайте я сейчас возьму. Они прямо на порядок меньше. А ещё чучела выглядят похуже, если вы заметите. Ну, они постарше, естественно, были другие технологии, они выглядят более историческими. Это более новые. Вот смотрите, мы сравниваем. Смотрите, какой размер. Те маленькие, а этот прям здоровяк. Здоровяк. Ну, надо бы предысказать, вот эти самцы, а самки, интересно, обычно крупнее или... Они чуть меньше, но незначительно. Незначительно. А, ну и ко всему прочему, я договорю про моменты доместикации, одомашнивания. Дело в том, что у домашних норок уменьшилась пропорция внутренних органов. У них уменьшилась сияция и лёгкие, потому что они меньше двигаются. А норки, как мы знаем, водолюбивые животные, они живут у рек. Норки одомашние, они уже в течение ста лет разводятся в клеточных условиях и в реках не купаются. Ну, то есть, например, если мне очень жалко норок, я решила их выпустить, я открыла все клетки, и значит, эта перспектива у них печальная. Они погибнут, это уже домашний зверь, он не выживет в лесу. Так что не выпускайте их, пожалуйста. Так, ну вот мы спермы забрались. Есть ли у нас ещё пока вопросы? Пока нет, но вот у меня есть, опять же, для затравки. И, как мы выяснили, плюсы и минусы одомашнивания. Значит, плюс, несомненно, в том, что зверь крупнее. Да, мы получаем больше шкурки, но с меньшим количеством зверей. Что ещё? Улучшается качество волосинового покрова, потому что отбор ведётся на окраску, на густоту меха, на его уравненность. То есть, ровненькие, не клочками. Да, очень важно, на упругость. Там несколько характеристик на самом деле. И все они приводят к тому, что с каждым разом мы видим лучший результат, выводятся новые породы. А минусы? Минусы, это если естественные какие-то, что происходит уменьшение, увеличение органов каких-либо, но это естественные процессы. То есть, здоровье у них хуже? Я бы не сказала, просто это естественный процесс одомашнивания. У наших же собак, у пород рогатого скота, у них же тоже есть изменения, они не похожи на диких туров, которые раньше бродили. То есть, на своих, как бы, диких исходных форм. Да, я бы не сказала, что это прям минусы. Возможно, мы сейчас до сих пор не добились того, что, во-первых, у таких зверей до сих пор сезон размножения зависит от времени года. То есть, мы не можем их размножать так, как мы хотим. Да, придерживаемся цикла. Потому что декабрь-март это размножение, апрель-июнь это как раз щенение и подрастание норок, соболят и так далее. Затем происходит бонетировка. Бонетировка, сразу поясняйте. Бонетировка, это когда мы отбираем лучших животных на племя, а остальные идут на шкурки. То есть, у нас отдельно будут животные, которые будут продолжать породу, улучшать качество. А есть те, которые прямо исключительно. Да, это происходит в ноябре. А с ноября по декабрь подготовка к новому гону, к сезону размножения. То есть, цикличность сохраняется. Так, а у нас есть даже пять вопросов. И даже у меня родители. Да, у нас оператору первые ночи. А что делают, со шкурками понятно, что с ними идёт, а со всем остальным что делают? А хороший вопрос, это как раз про экологичность в частности. Дело в том, что тушки норок идут на изготовление мясокосной муки. То есть, эти тушки используются в кормлении других сельскохозяйственных животных. Потому что мясокосная мука добавляется в корм тем же коровам, крупному рогатому скоту, мелкому рогатому скоту. Помёт, опилки идут на удобрение. То есть, теоретически, в норме, в идеале, если заводчик пушнины ответственный, то у него безотходное производство экологически. Да, и плюс ко всему норки, это плотоядные звери, они питаются отходами как раз других сельскохозяйственных животных. Это птицы, свиньи и так далее. То есть, цикл завершается. Потому что норки поедают то, что мы не едим. Ну да, это хищник. Так, и вопросы? Да, здесь всё сыпется и сыпется. Каких животных выращивают путём клеточного содержания врачи? Так, повторимся ещё раз. Это норка в основном, это 70%, 80% соболь, чуть меньше это лисица и песец голубой, процентов 60%. Но также есть и растительноядные, например, нутрии. Тоже есть цветовые формы, но нутрии больше разводят на мясо. А кролик? Кролик это больше кролиководство, это другая немножко отрасль. Ну, кролик, шубы кроличьи. В советское время дети, детей, детей. Ты хорошо вспомнила, действительно, но сейчас это больше мясо-шкурковая порода различная, если про кроликов говорить. И в целом у растительноядных пушных зверей износа стойкость меха меньше, то есть он быстрее стирается. Ну, это правда, по своим качествам шубейка и зайчика, она так себе. Так, есть следующий вопрос? Прошу, бобры не подходят же под данную рубрику? В целом подходит, но у нас это скорее перспективный вид звероводства, хотя, насколько мне известно, за рубежом их разводят. Там канадский бобр, потому что у него тоже достаточно плотная шкура, хороший мех. А у нас это, да, больше как перспектива развития. Ну, надо сказать, что, к сожалению, почему-то раньше действительно бобровый мех, бобровые шубы достаточно ценились, потому что он мягенький, а тот, кто ходит к нам на экскурсию по одежде животных, щупает мех бобра, нежный, достаточно дорогой. И надо сказать, что в своё же время, даже сейчас, бобра развелось достаточно много, и предлагается охотникам, насколько я знаю, регулировать численность бобра, потому что они уже достаточно агрессивно преображают окружающую среду. И вот, чтобы немножечко снизить их давление на природу, обычно всё-таки диких бобров, да? Да, да. Здесь ещё спрашивают, как они живут, зачем строят плотины, но не наша тема. Да, у нас сегодня немножко другая тема, мы сегодня не про бобра. Как с предыдущим звероводством обстоит других стран? Сейчас также разводят зверей в Северной Америке, в Канаде, и до недавнего времени таким лидером была Дания, Нидерланды, но это буквально до 2020 года, до коронавируса был. Когда знаменитая вот эта история случилась. Да, когда в Дании истребили около 10 миллионов норок. Я проверяла цифры как раз перед эфиром, действительно очень много. В Нидерландах, кажется, 600 тысяч истребили. Были предложения, в принципе, заранее остальных зверей тоже. Превентивно, да? А потому что коронавирус... А что они могут стать источником коронавирусной инфекции, к сожалению, многие поступки были, мягко говоря, не то чтобы неоправданные, но, видимо, вот такая паника как раз и истерика сыграла. Надо сказать, кто их читал и был в курсе, помню, что это были самые настоящие там страшные вещи, и был скандал как раз по поводу истребления норов. Из-за этого очень пострадал генофонд, то есть популяция уменьшилась, из-за этого даже сократилось количество пород норок на 9 штук. А если что, норок насчитывается около, кажется, 100 пород, насколько помню. Видите, у нас видно очень, что они делятся на несколько групп цветовых. Это бежевая группа, голубая, это вот стандартные окраски, это тоже относится к бежевой. Ну, сапфировой, да? Вот это сапфировая, голубая норка, это пастелевая, она тоже коричневая, но у неё голубоватая подпусть должна быть. Из-за этого она сильно отличается от дикой формы норки. А это вот тоже бежевая форма, но жемчужная, очень светлая. Так что да, сейчас, особенно в Европе, всё больше балом правит искусственный мех, поэтому предлагаю в целом в некоторых странах упразднить звероводство как таковое. Ну вот и тут плюс и минус. То есть, с одной стороны, вроде как мы жалеем зверюшек, а с другой стороны, у нас полностью исчезает целая популяция породы, которая защищает диких норок, соболей и прочих на самом-то деле. Ну и можно поговорить как раз с тобой про минусы и плюсы искусственного меха. Ну да, вот как раз, поскольку где же плюсы, где же минусы, и получается, какой плюс от искусственного меха, а какой всё-таки минус, оказывается? Где тут, собственно говоря, золотая середина? Обычно, когда говорят про искусственный мех, в защиту пушных животных, чтобы их не разводить. Но надо вспомнить, что животные – это возобновляемый ресурс, потому что мы разводим их на фермах, мы следим за их популяциями. А вот искусственный мех делают из нефти, которая, между прочим, не возобновляемый ресурс. Помимо этого, искусственный мех очень долго разлагается. Шубка из натурального меха или куртка из натуральной кожи разлагается намного быстрее, но в то же время она более износоустойчива. К слову, для обработки пушнины используют довольно простые химические элементы. Это соль, реактивы. Это обычная поваренная соль, чтобы законсервировать шкурку. Это уксусная кислота муравьиная, разбавленная, разумеется. Это буквально опилки для того, чтобы обезжиривать шкурку. То есть получается достаточно экологично. Достаточно экологично. Плюс ко всему прочему, мы видим, что норки обладают большим диапазоном цветовых форм. В то время как искусственный мех нужно опять же красить, чтобы получить цвет. Это тоже химия. Конечно, натуральные шкурки тоже красят, но реже. Ну и плюс ко всему, я уже говорила про то, что это долго разлагается. Искусственный мех натуральный. А производство по цене, что дешевле? По цене получается сейчас, что дешевле искусственный мех, нежели натуральный. Это, конечно, перевес по себестоимости. Так, а вопросы? Да, вопросы есть и есть. Норки, хорьки, ласки, родственные животные? Конечно. Только, скорее всего, относятся к разным семействам. Там есть куньи и прочие. Я сейчас не помню точно. Но, допустим, соболь и норка, они немножечко из разных семейств. Соболь ближе к куницам. Но систематику сейчас, честно, я влезть не буду, я могу напутать. Ну да, они близкородственные, это всё куньи. Так, ну и надо сказать, что всё-таки, если вы когда-нибудь видели на ласку, ласка это вот совсем микроскопический зверёк, и вы понимаете, сколько нужно вам шкурок, чтобы сшить одну шубейку. Ребёночек. Ну там ребёночек должен быть совсем уж не дурочек. Как всегда, низкий поклон за эфиры и просвещение. Кто же такой песец и где он обитает? Смотрите, есть два вида песцов, белый и голубой. Мы разводим голубого песца, это у нас ближе к тундре, к тайге, соответственно. Все, может, видели картинку, где белый песец очень пушистый зимой и очень страшный летом. Такой весь чёрный, серенький, драненький. Поэтому мы его разводить не стали. Разводим голубого песца, потому что цветом он зимой и летом не отличается. Сейчас у нас есть три породы. Это серебристый, вуалевый и тень. То есть белый в среднем мех с чёрными концами остивых волос. Он создаёт такой эффект вуали, мраморности меха. Это родственник лисы, это тоже собачье. Но, в отличие от лисицы, у песца нет характерной гривы, у него более уравненный мех. У него коротенькая мордочка, коротенькие ушки и коротенькие пальчики, лапки. Он такой весь коротенький. Да, это если проще таким языком. И, ко всему прочему, у лисиц всегда остаётся на спине такой вот чёрный ремень из меха. У песца такого нет, он более однороден по окраске. Поэтому его и стали разводить. К слову, сначала, даже ещё в 1750-м, кажется, песцов начали разводить на островах, так называемое островное звероводство, Командорские острова. Это было такое полувольное содержание, но оно не увенчалось успехом, потому что при таких условиях невозможно следить за тем, кто поел, кто не поел, какой песец лучше, от кого получили потомство и так далее. Но вот именно с песца начиналось звероводство. И сейчас один из первых? Да, один из первых. Животных, которых стали прямо разводить. Да, потому что первые зверосовхозы появились в 1930-х, и как раз один из них это Ширышинский, Архангельская область, посёлок Ширша. Вот там сначала было 6, кажется, лисиц, 7 песцов изначально. С них началось всё, чуть позже появились норки и соболя. Да, уже позже эти товарищи. Так, вопросы? Сколько лет норки живут на ферме? В среднем около 5 лет. Это их естественное? Нет, они могут жить дольше в домашних условиях, но к 5 годам они уже теряют свои способности, скажи мне, не по плодовитости, а репродуктивные качества. То есть производство потомства? Соболь живёт подольше, кажется, 7-10 лет, насколько помню. У него цикл немного другой. А с какого возраста уже тогда норку используют на шкурке? С 8-месячного в целом. То есть с первой монетировки. То есть в конце первого года жизни уже можно использовать. Я спрашиваю, почему люди не едят мясо? Я думаю, почему люди не едят их мясо? Да, норче мясо. Мне кажется, так испокон веков сложилось в целом, что мы не едим мясо плотоядных животных. Во-первых, оно, я думаю, специфическое на вкус, поскольку они питаются тоже плотью, рыбой и так далее. Как ты думаешь? Не знаю. Я, кстати, сейчас позадумалась, едят медвежатину и то только при условии, что они лишены каких-то болезней. Я думаю, знаете, в чём дело, если говорить про непосредственно выращивание пушных зверей на мясо. У них ведь его совсем мало. Выход, выхлоп очень маленький. То есть сама тушка? Да, она очень маленькая. Ну, кстати, да, кто знает, что крольчатину стоит очень дорого. В том числе. Но в то же время мясо у неё мягче и другое на вкус, потому что кролик это растительноядное животное. Да, то есть либо дуночка, либо кувшинчик, либо мясо, либо шерсть. Но зато вот идёт на мясо костную муку, то есть не выбрасываются тушки. Но едим не мы, а другие товарищи. Да. Ещё спрашивают, почему изделия из норка дорогие? И вот у меня вдовесок вопрос. Какое самое дорогое? Там едица, норка, что ещё? Соболь. Ну, кто самый дорогой? И вообще, почему это как-то ранжирование? Я думаю, дорогое в связи с производством. Это же выращивание животных. Это сколько труда затрачивается на то, чтобы вырастить и правильно обработать шкуру. Очень много. Соответственно, складывается цена, потому что там ведь очень много циклов. Насчёт дороговизны, я думаю, самый дорогой это соболь. Потому что у него самый густой мех в соотношении пуха и кости. И он самый износостойкий. Собственно, именно когда говорят о мягком золоте, первоначально вспоминают именно мех соболя, которого в таком количестве добывали раньше в Сибири и так далее. Но он ещё и шёл на экспорт. Да, ещё и шёл на экспорт. То есть его продавали не только внутри страны, но и он ещё и шёл за границу. Мне кажется, да. То есть сколько стоит прокормить, каковый рацион, как животное размножается, сколько щенков он приносит в понёте. Ветеринарное обслуживание. Потом, наверное, различные инвазии, то есть заболевания есть или нет. И ещё, мне кажется, размер соболя помельче, который в звероводстве. Или он примерно таких размеров? Он примерно таких же размеров. А норка? Вот норка. Норка здесь. Так, ещё вопрос. Относят ли медведи и волки к пушным зверям? И разводят ли я для этого? Нет, их не разводят. Это исключительно такой охотничий промысел. Да, я думаю, да. Потому что, во-первых, у медведя очень сложно. Я думаю, вообще его я никогда не слышала, чтобы из медведя шили целую настоящую шубу. Вы, наверное, надеть не сможете. А шапки из медведя шьют, например, для гвардейского полка королевской семьи букингенского. Хотя пишут, что уже заменяют на искусственный мех вот эти знаменитые шапки здоровые, чёрные. А, вот это что. Да. Я думаю, что, может быть, вы слышали, как в русской литературе так используется, по-моему, у Пушкина, того же капитанской дочки, приём медвежья полости. То есть это отдельный кусок шкуры, который там бросался, например, в сани, ими укрывались, то есть их не носили, но можно было дополнительно согреть. И ещё, допустим, про волк. У него ведь такой дикий окрас, неравномерный. А в звероводстве в основном, вот, допустим, взять тех же норок, мы видим однотонную окраску, следовательно, из такого меха проще скроить одежду. Потому что в том же звероводстве разводят ещё и хорьков. Они бывают пастелевые, золотистые тоже, но, как мы помним, у хорька мех такой полосатенький. Сейчас он совершенно практически невостребован, потому что из него сложнее что-либо сшить, и изделие получается не такое однотомное и, соответственно, не такое ноское. Получается очень сложно, да, сочетать вот эти шкурки, получается, что на тебе какой-то вырвиглаз пёстрый кафтан мохнатый. Так, ещё вопросы. В России сокращаются или развиваются зверофермы? И опять же я в советах спрашиваю, кто лидер из стран в мире по разведению тюрьмы? Так, сокращаются ли сейчас? Скорее, да, сокращаются. Я не помню точно количество этих звероферм у нас в России. Я знаю точно, что, как я уже сказала, сократилось количество пород, норок и лисиц, и в целом их меньше выращивать, но зато вопреки этому у нас в стране лидирует воспроизводство соболя. Вот его прямо стало больше. Потому что, видимо, требуется. Да, требуется. У нас как это, спрос-предложение? И у тебя вопрос, да? Какая страна лидирует? Ну, я знаю точно, что сейчас занялся звероводством интенсивно Китай. Европа, наоборот, свои зверофермы сокращает. И у нас есть около пяти лет у России, чтобы стать снова лидером. Потому что в 80-е годы Советский Союз был лидером по звероводству. Однозначно ответа я не дам, но могу сказать, что... Видимо, пока Китай и Россия. Основные поставщики. А как же Греция? Или Греция закупает, получается, шкурки? Мне кажется, закупает, потому что всё-таки, да, основной это Северная Европа. Я же сказала, Дания была, Нидерланды. Сейчас Северная Америка ещё раз водит. И там она покупает, а потом продаёт. И вы едете удряться за шубой. Какие чучела животных, кроме норок, разводимых человеком, есть в коллекции музея? О, вот это вопрос хороший. И тут скорее вопрос. Тогда я бы задала бы всё-таки нашим фондовикам. Это не совсем сегодняшняя наша тема. У нас есть лисы. Да, лисицы у нас есть. У нас есть норки. У нас есть кролики разных пород. Как мы выяснили, это не совсем пушные животные. Но вот это, я бы сказала, задала бы вопрос скорее нашим фондовикам. Да, фондовикам. Так, у нас нет больше вопросов пока. Зато есть у меня. Сейчас мы посмотрим. Какие изменения происходят по качеству меха у одомашненных животных по сравнению с дикими? Оно ухудшается или улучшается в целом должно? Ну, как мы уже говорили, конечно, улучшается, потому что мы ведём отбор по уравненности, по плотности меха, чтобы он был густой, шелковистый, упругий. А животные содержатся в приближённых естествующих фондов? Я объясню. Например, дикое животное зимой живёт норка, она не впадает в спичку, она там к зиме должна что сделать нарастить? Подпушь. Она живёт по берегам, то есть в дикой природе, переживая тяжёлые зимние температуры и так далее. В звероводстве это закрытые помещения, то есть животное содержится в тепле или это клетки-вольеры на открытом воздухе и, соответственно, животное должно также нарастить подпушь? Да, сейчас зверей разводят в шедах это такие навесы с двускатной крышей, там в два ряда содержатся клетки, они находятся на определённом расстоянии от земли, это сделано для того, чтобы животные не заражались паразитами, гельминтами и прочее. В каждой клетке есть место для выгула и как раз домик деревянный. То есть это такое содержание, получается, не в загонах, то есть там температуры, скажи мне, окружающей среды. Да, оно выше или ниже температуры? Одинаково. Одинаково, то есть равные условия создаются. Да, потому что дверей нет, то есть только сверху есть крыша, вот шеды, можете вбить в интернет, посмотреть. А, и тогда вопрос, то есть это не так, как нам часто показывают вот такая маленькая клетка, в которой сидит несчастный зверь, или это ещё не один. Смотрите, клетки действительно небольшие, там всегда есть домик, где норка может укрыться, но они живут отдельно, то есть возможно, когда их отсаживают от матери шинков, их поначалу содержат вместе, такой детский садик. А потом уже рассаживают. Опять же, во-первых, норки это одиночное создание, в том числе с лисицами так же поступают. И плюс ко всему, мы ведь стараемся, чтобы мех по прошествии был опрятный, красивый. Если звери будут жить вместе, они будут драться, кусаться, царапаться и так далее. Это, кстати, к вопросу о том, почему с них всё-таки не сдирают шкуры заживо. Потому что действительно так не делают. Многие этим озабочены, как со дверьми поступают, но и видят какие-то видео в интернете, что их мучают перед смертью, или просто заживо сдирают шкуры. Нет, такого не бывает, друзья. И даже можно несколько пунктов обозначить, почему. Кстати, не забываем, что когда мы находимся в сильнейшем стрессе, у нас часто у человека выпадают волосы. Но здесь то же самое. Если животное будет находиться в постоянном стрессе, качество шерсти у него будет ухудшаться. То есть он начнет лысеть. Но, тем не менее, у него достаточно замкнутое пространство, где зверёк может жить. Так, у нас есть вопросы, набрались. Жир плитков используют для лечения и косметологии? Совершенно верно. Да, используют, например, норка. Вот этот вазелин норковый. Да, в косметических целях. Но ещё также можно вспомнить... Вазелин, да? Да, вазелин. Бывает, что вазелин норковый написано. Там используют же норковый. Да, да. Как раз можно вспомнить, не совсем объект нашего звероводства, но та же бобровая струя, например. Или там жир сурка. Сурок это... Степной вид. Степной. Такой грызун. Да, конечно, используют. Так что, видите, получается всё... Парфюмерия, косметология, парфюмерия, всё это используется. Так, следующий вопрос. Сколько щенков полезно? Так... Хороший вопрос. Мне в среднем, насколько помню, 5. Может быть, больше? Плюс и минус. В среднем где-то от 3 до 7-10. Уж какая-то плодоритая, наверное. Да, но это редко бывает, потому что они и меньше, но и сложнее, соответственно. Ильичево. Да. Есть ли данные по выращиванию большевых животных в индивидуальных хозяйствах, не на зверотерах? Возможно, это, скорее всего, частная история в Северной Америке, потому что для того, чтобы выращивать тех же норок, не нужны какие-то сельхозугодия, не нужна плодородная почва, и этим может заниматься частное хозяйство, семейные предприятия. Возможно, есть и у нас такое, но этого крайне мало, и мне кажется, всё-таки это больше про Америку или Европу. То есть у нас всё пока это не частные, а государственные? Да, это зверосовхозы, фирмы. Потому что я не припомню, чтобы у нас было что-то частное. У нас частное, скорее, больше про кролиководство часто. Вот это да. Как известно, кролики это не только ценный мех. Но, тем не менее, у нас появился вопрос, пока я открывала чат. Держат у таких животных в качестве домашних любителей зоди? В качестве домашних любителей зоди? А ну да, зоди как домашних. Я знаю, что лисит держит, дать помощь в этой зодея. Да, конечно, держат, забирают как раз со звероферм. Но надо отдать должное, что, опять же, всего лишь прошло 100 лет содомашнивания, и этот зверь всё ещё остаётся очень диким и капризным. То есть это будут ободранные обои, опомеченная территория, такой скверный характер. Так что это не самая лучшая затея, если, тем более, вы находитесь не в своём доме, а в квартире. Но, мне кажется, в своём доме тоже так вся затея. Приходите в описанное, да ещё пахнущее специфическим запахом помещение. Я знаю, что есть домашние хорьки. Вот такое уже нам известное давно животное. Вот его разводят, ой, его содержат часто дома. Но это, скорее, уже не ближе к экзотике, это больше классика. такого домашнего хорька. Его даже ведь готовы к бешеному его характеру. Да, содержат. А как у них с бешенством? Наверное, хорошо. С бешенством хорошо. Конечно, не на звероферме, а у лесных. Поэтому и периодически производят отстрел, регуляция численности происходит. А делают ли прививки, кстати? Прививают? Конечно, конечно, обязательно. То есть не должно быть. Так, есть вопрос? Спрашивают, вес бельков в среднем. Вы уже знаете, что они крупнее, чем бельки. Да. Мне кажется, здесь килограмма два, наверное, да? Полтора-два. Около двух. Мне кажется, больше может быть. Но вот у меня котик весит аж пять килограмм. Мне кажется, может и к пяти. Да? То есть можно наесть эту норку до пяти килограмм. Я сейчас не хочу врать. Я просто могу сказать в плане длины, что сто лет назад норка в среднем была, ну, может, сантиметров 30-40. Сейчас такие максимальные размеры это около 50-60. То есть она значительно увеличилась. Ну, то есть отбор шёл ещё и по разлучению размера. Про длину я точно помню. Про вес я врать не хочу. Потому что мы жирных тоже как бы не разводим. Они должны быть все в нормальной кондиции. А жирной, наверное, ещё тяжело шкурку чистить, да, наверное? Да, ну и, конечно, у толстеньких норок будут проблемы с продуктивностью. То есть у них должна быть нормальная конституция. Они должны быть и не худыми, и не слишком толстыми. Они должны быть подтянутыми. Это и есть здоровая норка. Ну, как у нас, да? Ну, в общем, толстенькие они хороши только на картинках, да, если говорим про норок. Есть ли научные учреждения, которые изучают вопросы пушного звероводства и учат ли в вузах по этому направлению? Вот я как раз окончила Академию ветеринарную Скрябина. И у нас на кафедре частной зоотехнии как раз есть звероводство, кролиководство. Также есть научно-исследовательский институт кролиководства имени Афанасьева. И, насколько помню, в Темиллянской академии тоже было звероводство. Но вот конкретно на нашей кафедре в Скрябинке работали Ильина. Это одна из основоположниц клеточного пушного звероводства. И, не хочу врать, был такой замечательный человек Петр Монтейфель. Он у нас тоже упоминается на кафедре, я не помню. Возможно, он у нас работал. Монтейфель разгадал секрет Соболя. Дело в том, что именно он научился его разводить в искусственных условиях. Он с ним работал в нашем московском зоопарке. Дело в том, что Соболь хитрый. У него гон не в апреле, не в марте, как у всех остальных пушных. Гон – это половое размножение, когда он размножается. Начиная с поведения, с брачного периода и заканчивая уже оплодотворением. А Соболь, он хитрый, у него это всё происходит летом. Именно Монтейфель это как раз разгадал. Определил, да? Обычно уже щенки появляются или уже давно-давно. Детёныши бегают активно, развиваются, а у него только он приступает к размножению. Расскажите, почему ему летом это сделать? Так сложился. Да, честно, это просто такая особенность Соболя. Плюс у него есть так называемый латентный период беременности. То есть она у него длится 30-80 дней, то есть есть такой период скрытой беременности. Это бывает у некоторых хищных зверей, потому что им сложно искать себе пропитание, в отличие от тех же грызунов, потому что трава есть везде условно. А им нужно постараться, и если сил на выращивание у потомства нет, беременная замирает. То есть она как в холодильнике? Да, кстати, американская норка тоже так делает. У неё есть латентный период беременности. То есть она вроде как беременная, а немножко беременная получается. Немножко беременная, да. Есть ли виды животных, которые в будущем планируют разводить? Да, есть перспективные виды. Один из них это, например, калан. Это морская выдра, морской бобёр ещё называют. Дело в том, что его мех оценивается как 100% износостойкий, и остевой волос составляет 1% от всей шорсти. То есть большую часть составляет этот пух, из-за которого как раз тепло он держит. И он очень густой. Конечно, калан плавает в морских водах. Также это выдра наша речная. Это здоровый зверь! Почему с ними пока не срастается? Дело в том, что всё-таки им нужно больше воды, чем той же норке. То есть дорогое, видимо, одно дело. Ты сидишь где-то в клетке, и тебе периодически просто чистят. А здесь нужно создавать аквариумы. Им пытались, буквально каланам делали бассейны. Но дело в том, что у каланов очень сложная диета. Они в том числе едят морских ежей, разную морскую рыбу. Это довольно сложный деликатес, чтобы привезти на звероферму. И с этим не сдалось. С нашей речной выдрой тоже сложнее. Видимо, она хуже переносит процесс одомашнивания, чем та же норка. Она сильно стрессует, и поэтому буквально проводилось. Были попытки их разводить, но ничего не получилось. Также в Пушкинском или Салтыковском, я не помню в каком, зверосовхозе разводят рысь. Но её часто разводят в качестве покупки, скажи мне, не то чтобы как домашнего животного. Я бы не сказала, что это прямо на шкурке, это больше... Ивзочка какая-то, да? Да, но это как тоже перспективный объект звероводства. Или это какие-то опыты? Нет, это скорее просто их разводят как... Опыты я имею в виду не с ними проводить, а опытное звероводство, попытки разведения ещё рысей. Кошки есть, но ведь кошка. Да, кошки есть, но им нужно больше места, потому что там скорее такие заповедные условия, там вольеры. И это больше скорее про покупку участниками тех же рысей, может быть там в те же зоопарки, в частные руки, как я уже сказала. То есть это больше такое. Бобёр, я уже говорила про то, что это тоже больше перспективный вид. Ну вот это основные. А вот ты спрашиваешь ещё про нутрия просто? Нутрия. Смотрите. Это растительноядная, да, у нас. Это больше про мясо. Да, мы отнутрия получаем мясо. Её, в принципе, пытались к нам завести, чтобы она жила в естественных условиях, но внутри слишком холодно в России, в российских зонах. Поэтому её разводят только на фермах, но также, конечно, и на мех. Потому что есть тоже много цветовых форм нутрий, там белые, тоже голубые есть, бежевые формы. Этот мех дешевле, часто его даже подкрашивают, может, как-то там бывает и выщипывают, да, стригут. И он, я так полагаю, бюджетней, чем мех той же норки. У меня у подруги, у неё родители, мама жила в деревне, и они выращивали нутрии на мясо и шерсть. Да, на шкурке. Шили шапки. Ну, деревенские жители выращивали. И нормально, не было у них чувства брезгливости, что вот крыс с крысой. Да. Едят внутри, правда. Вот внутри едят. Ну, у меня, наверное, тогда такой последний вопрос. Традиционное ношение меховой одежды среди народов Севера. Они же, наверное, не используют продукты звероводства, они обходятся своими силами. Смотри, до Советского Союза все эти народы как раз, в частности, скажем так, одной из частей их доходов был как раз доход пушнины. Они стреляли за счёт охоты. Да. В Советский Союз как раз создавали охотничьи, скажи мне, угодья. Да. Все это было централизовано. Охот-хозяйство. Охот-хозяйство, совершенно верно, да. Ну, тогда помимо северных народов, да, аборигенных, охотой добычей занимались и приезжие. С распадом Советского Союза все стало несколько сложнее, потому что это перешло больше в такую частную промышленность, если грубо выразиться, да. И охотники стали любителями, да, у нас выросло браконьерство. А насчёт народов севера, они до сих пор используют пушнину в своих традиционных целях. И недавно в первом чтении был принят закон о том, чтобы им разрешить использовать охотничьи угодья в своих целях в большей степени, чем кому-либо другому. Это в том числе добыча пушных деревьев. Первичное, да, такое, так скажем, право? Да. То есть они продолжают, да? Ну, кстати, им надо дать должное, потому что до того, как появился Советский Союз, эти самые народы, помимо того, что они охотились и сдавали пушнину, они тоже пытались их выращивать. То есть если не с нуля, то их отлавливали животных и пытались докармливать, доворачивать до определённого возраста. То есть тоже внесли свою лепту в развитие звероводства. Ну, так вот это косвенно немножко. Косвенно, но в то же время, тем не менее. Тем не менее, да. Так, если у нас вопросы. Я всё-таки задам вопрос. Давай. Я хочу знать ваше мнение. Как вы считаете, стоит вообще заниматься тем, чтобы убивать животное ради, по сути, какой-то красивой стучки? Или не стоит? Ну, мне кажется, что совсем отказываться от звероводства не стоит. Потому что, во-первых, они завершают цикл, как мы уже говорили, использования ресурсов в сельскохозяйственной промышленности. Это раз. И всё-таки этот мех... Есть разное мнение, какой мех теплее, но именно мех пушных зверей, да, он имеет определённую структуру, из-за которой держит так хорошо тепло, и искусственно повторить это не может. И всё-таки это намного более экологичный вид создания той же самой меховой шубы, чем создания искусственной, как мне кажется. Мне ещё здесь кажется, знаете, какой ещё момент? Одно дело, когда, допустим, у вас эта шуба, и она вам, не знаю, 30-40 лет в хорошем состоянии, и она вам служит верой и правдой, такая классическая, и вы её ещё передадите по наследству. А другое дело, когда человек каждый сезон как это меняет себе, как перчатки, вот тогда вот здесь у меня возникает, конечно, мой внутренний такой вопрос. Да, это скорее про перепотребление. Да, про перепотребление, проблем потребления. Даже если говорить про натуральный мех, он всё-таки правда разлагается, да, и нет такого щемящего чувства, что вот твоя искусственная шуба, десятая, она будет очень-очень долго лежать в земле, прежде чем она что-то распадётся, да и то там останутся микрочастицы пластика. Здесь такого не будет. Ну и плюс, если уж вам не нравятся, допустим, шубки, есть ведь овцеводство, шерсть, они ведь их же состригают, делают шубки из шерсти овец, очень теплые, кстати. Да, овчина. Например. То есть можно найти вот такой компромисс. Да, барана на шашлык, а шкуру на себя. Ну что же, хорошо. Еще есть один вопрос. Да, давайте. Вы учились на биологов, чтобы работать в музее? Вот я не, дорогие друзья. Но зато Марина потрясающе делает выставки, надо сказать. И все ее афиши потрясающие, выдумки, мастер-классы детские для детей, это, конечно, шедевр. Поэтому у Марины даже есть свои поклонники, которые ходили на занятия, ужасно интересно все то, что не известно, уроки географии и все наши выставки без Марины Дмитриевны не обходятся. А я уж молчу про прямые эфиры, который тоже редкий прямой эфир обходился без Марины Дмитриевны. А да, мы учились на биолога, у меня биологическое образование, у Ксении Викторовны биологические образования. Мы сегодня говорили про пушнину, мы говорили про звероводство. Это носил немножко дискуссионный характер, что мы не ставили конкретно или шуба из натурального меха, или шуба из искусственного меха, но мы хотели посмотреть на звероводство с позиции как раз науки, с позиции экологии, с позиции биолога. Все плюсы и минусы, и мы не призываем вас, мы не рекламируем вам срочно покупать десятую шубу из норки или пятую шубу из соболя, но тем не менее мы вам предлагаем посмотреть на эту проблему с точки зрения норки как раз и с точки зрения соболя. Ну что же, а в следующую четверг мы вас ждём на прямом эфире, в 4 часа мы поговорим с Александром Викторовичем про кактусы. Всего вам доброго, до свидания. До свидания.